Экзаменационная пора для славянских 11-классников стала временем нелегких испытаний на работоспособность, выдержку и ответственность. Хорошие знания и позитивный настрой помогли им достойно сдать экзамены. Есть и по-настоящему замечательные результаты. Так, славянский выпускник из 4-го лицея Алексей Сенаторов впервые за все время проведения ЕГЭ в муниципалитете получил наивысший балл по математике. Если же говорить обо всех достижениях Алексея Сенаторова на экзаменах, то он является обладателем 200 баллов. Первые 100 выпускник заработал на экзамене по русскому языку и вторые по математике. Его учитель по математике Алина Войтинок очень рада за своего ученика, но совсем не удивлена. Она была уверена, что Алексей покажет свои знания, а они на самом высоком уровне. Конечно, она старалась помочь подготовке. Я очень рада за Алексея, а вот удивлена чуть меньше. Он поставил себе цель и систематически делал все для ее достижения. А нам оставалось лишь помогать ему на этом пути. Какие-то природные задатки в нем, несомненно, есть, но по большей части это, конечно, колоссальная работа Леши. Я на заключительном этапе старалась научить их математике, то есть видеть закономерность, логику. У Леши это прекрасно получалось. Учитель по русскому языку Анна Петрова на каждом уроке успевала и теорию дать, и практикой заняться. Словом, сделать все возможное, чтобы к экзамену Алексей подошел во всеоружии. Важно еще и внушить уверенность, что дает дополнительные шансы на успех. Конечно, я ждала эти 100 баллов, конечно, я верила в ученика. И на последнем уроке я подошла к нему и сказала, Леш, давай 100 баллов, давай, я верю в тебя, ты сможешь, у тебя все получится. А он мне сказал, я тоже этого хочу, Анна Анатольевна. И многие ребята, я слышала, говорят, что вот, наверное, ему повезло, удача. Но я считаю, что удача приходит только к тем, кто очень много трудится, кто постоянно развивается, кто верит в свой успех и победу. Вот Леша как раз-таки такой ученик. Рецепт успешной сдачи ЕГЭ от Алексея Сенаторова прост. Нужно хорошо учиться с самого первого класса и надеяться на удачу. Он благодарен всем своим учителям, кто привил ему неподдельный интерес к учебе. Поставил цель, разработал план небольшой, можно самостоятельно, можно кого-то попросить. Следуешь этому плану, в конце подходишь к тому результату, который хотел получить. В 11 классе достаточно повторить всю теорию, которую прошли до этого в школе. И если в школе до этого хорошо учился, теорию повторил, решаешь тесты, закрепляешь все это, практикуешься и все получается. Благодаря подготовке к экзаменам, Алексей Сенаторов стал более целеустремленным. Он считает, что ЕГЭ – это возможность, которую нужно сполна использовать. Думается, что знания и умения, полученные в родном городе, помогут Алексею в будущем. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».